Всем привет! Сегодня у нас бьюти-видео. Я вам расскажу свои новиночки приобретений. Я купила палетку от Наташи Деноны. Это Retro Palette. Это самая последняя на данный момент. Еще вышли две малявочки. Маленькая Glam Palette из трех оттенков и вышла, господи, с зелеными оттенками, с желтыми. Но я, наверное, не буду приобретать. Подумываю, в общем. Так вот, коробочка стандартная. Эта палетка в турецкой Сифоре приобретала. Стоила она мне 600 лир турецких. Хотя вот эта же палетка абсолютно одинаковый у них формат, качество. Glam Palette здесь в Турции стоит 680 лир. Ну, где-то на 80 лир почему-то дороже. Пока что еще вот эта цена держится. Так что кому надо, кто думал купить, бегом покупайте. Хотя бы какая-то выгода у вас будет. При покупке мне за покупку положили в подарок умывалку от Сифора. Они, естественно, свои продукты в пиарят, вкладывают. Мне было гель для умывания с кислотами. Я один раз умылась. Мама, дорогая, мое лицо. Это реально работающее средство. Но, как вы знаете, Сифора, они запуская какие-то бренды в свою сеть крупную, да, монополию можно даже назвать свою, да, у них практически, ну, мало конкурентов, достойных прям таких конкурентов оффлайн-магазинов, то у них не так много вот в Америке. Ну, в общем, самая крупная, по сути, сеть там в мире. Они берут раскрытие формулы и потом начинают производить всегда копии на товары, которые есть фирменные, ну, условно. Они очень много скопировали от Fenty Beauty. Даже упаковки помад тех же. И без надписи Fenty или Sifora, если ты порой не разберешь, где оригинал, а где сифоровская, назовем, подделка-копия. И они вот этим гели для умывания однозначно скопировали состав, ингредиенты чего-то люксового. У меня когда-то такая умывалка была. Я не могу вспомнить, что это. Но это на уровне, наверное, муравица какая-нибудь. Но муравица вроде в Sifora не предается. Они не могли заполучить ее состав. Ну, в общем, когда я брала это средство в руки, использовала, у меня сразу было чувство дежавю. Второе, то, что я это уже где-то пробовала. И в-третьих, она очень сильная. Даже для меня регулярно пользуется кислот. У меня лицо было красное просто. И такая штука опасненькая, сильная. Итак, про Наташу Динону давайте уже к теме. Я приобрела эту палетку. Почему? Потому что я обожаю розовые оттенки, холодные. И я очень рада, что в последнее время мы отошли от тренда оранжевых, желтых, красных теней. Это не моя история. Вообще, я за холодное. И последние такие палеточки, они у Наташи холодных оттенков. Почему я сегодня показываю две? Потому что в интернете огромные... Когда вы, если будете смотреть ревью-отзывы на эту палетку, многие говорят, что если соединить две этих палетки, то получается просто идеальная холодная гамма. Гамма на случаи праздников, каждого дня, на повседневку. Я с этим абсолютно согласна. Они реально друг друга дополняют. Тут есть и коричневые, и холодные в глэм-палетке, серебряные оттенки. Здесь уже и с розовой, и тоже холодные. Ну, такая неплохая холодная палитра получается. Я вот, например, делаю макияж, использую две палетки этих. Они у меня прям в фаворитах стали, да? Блестяшки. Ну, сейчас я про эту палетку отдельно расскажу. В общем, я беру из этой новой палетки розовой. А глэм очень хорошие здесь тени. Матовые, коричневые для затемнения из этой. В общем, они реально друг друга наполняют. Если вы любите холодные оттенки, и у вас уже есть, например, палетка глэм, то розовую я бы советовала купить. Не промахнётесь. Качество абсолютно такое же идеально хорошее. Ну, давайте тогда уже к описанию самой палетки перейдём. Как видите, я уже очень активно ею пользуюсь. И даже чаще, чем палеткой вот этой глэм, которая была у меня ранее. Она у меня как-то, знаете, темноватая. Мне не очень в палетке глэм нравятся матовые оттенки, потому что для меня они пятнят. Они очень пигментированы. Их тушевать проблематично. Но всё равно неплохие. Но вот это чудо и сказка. Я не буду делать всю палетку свотчей. Они есть в интернете уже, и много отзывов. Ну, уже месяц, наверное, этой палетки. Но я хочу сделать пару свотчей. Именно за что я купила эту палетку. Смотря отзывы в интернете, мне понравилась вот эта блестяшка и вот эта. Это просто бомба. Я только из-за одних этих оттенков можно её приобрести и приобретала. Эти оттенки мне сейчас вот здесь на веках. Матовые. Вот этот мут шикарный. На повседневный матовый, каждодневный макияж. Идеальная палетка. Эти два оттенка. Это мут и вивьен. И ньют мув. Вот он. Коричневато, но он таким коричневым на самом деле на коже не смотрится. Это просто потрясно. Вот эти два, вот эти два и блестяшки. Всё. Я готова этим пользоваться каждый день. Не ярко, не броско, пигментированно, не скатывается. Ну, качество такое же, как всегда. И мне такое ощущение, не из-за качества теней. Оно абсолютно идентичное, как глэм и эта палетка. Но я хочу отметить, что здесь почему-то матовые. Может быть, они менее пигментированные. Либо дело в вот этом красном, фиолетовом пигменте холодном. Они тушуются легче и удобнее. Не так пятнят, не так ставят пятна. Такие тёмные, как коричневые оттенки из палетки глэм. Мне ими проще краситься, работать. Это однозначно моя повседневная палетка. Ну, повседневная, потому что я тёмными прям бордовыми, как сегодня вот здесь. Я ими не пользуюсь на повседневку. Как выглядит мой повседневный макияж? Чем я из этого пользуюсь? Однозначно, на всё века я наношу этот муд. Это такой прям матовый. И он, знаете, в хорошем смысле... Он в хорошем смысле меловой. Он немножко всыпается, очень хорошо переносится на веки кисточкой. Много... Он довольно-таки крошится, по сути. Мягкий, прям нежный, видите? Вот он очень пигментированный. Это очень круто. И при этом он хорошо передаёт оттенок. Вы могли замечать, что в тенях, как правило, недорогих каких-нибудь, матовые, светлые оттенки. Он слегка розовый, не белый. Эти оттенки, они набираются кисточкой, они очень крошатся и плохо отдаются на века. Ты понимаешь, шмальшь? Но его по факту нет. Какой-то прозрачный. Вот этот пигментированный очень круто. А Vivienne, он кажется таким немножко прям тёмным, как бы коричневатым. Нифига подобного. Он тоже, ну, прям чуть-чуть буквально потемнее этого. Mood — это оттенок на всё веко, для того, чтобы как базу подготовить для растушёвки. Потом Vivienne — это подвижная века. Следующий нюд или Энди. Вот в основном Энди — это холодный, более оттенок фиолетовый. Это складка века. Всё. Весь мой макияж. Он всегда очень красиво, круто смотрится. Очень благородно. И блестяшки в повседневной жизни они всегда используют. Ну, редко, когда настроение есть. А теперь мы добрались до блестяшек, за которые я, собственно, и приобретала эту палетку. Glitz оттенок. Вот. И хочу растереть его, чтобы видно было. Ну, его сильно не видно здесь. Смотрите. Он очень яркий. Вот он здесь, мне сейчас на веках. Он плотно может наноситься на NYX-овский клей для глиттера. Просто потрясающе сидит. Ничего не осыпается. Дуахромит от розового к оранжевому-желтому. Потрясающий. А вот этот психоделик называется оттенок. Это уже немножко другая формула. Хотя не с вида кажется такой же, только немножко пожелтей. Нифига подобного. Здесь уже нет такой плотной базы в нем. И он переносится какими-то отдельными перламутровыми блесками на веках. Но если вы наберете его жирно и используете какую-нибудь базу, то он тоже будет таким плотным, как вот в рефиле. Вот его даже практически не видно. Это однозначно более... Очень похож. Первый оттенок плотный золоторозовый. Золотое прям розовое такое золото. Розовое золото. Нормально, да? Ну что, розовое золото. Есть же такое слово. И, а второй, он более перламутровым голубым оттенком идет. Боже, это очень красивые оттенки. Они сами по себе на глазу потрясающе смотрятся. И, естественно, они сразу-таки праздничные. У меня есть пигмент Настасия Беверли Хиллз. В баночках у них сыпучие пигменты. Очень сильно похож оттенок. Оттенок невесты тот. Вот на этот. Здесь больше желтого и золота, и розового. А в моем оттенке пигменте Настасия Беверли Хиллз больше белого и золотого золота. Он тоже очень крутой. В общем, боже, я такие оттенки обожаю. Это просто красота. Но у меня, когда я ее приобрела, были такие сомнения. У меня есть что-то похожее. Потому что у меня есть вот такая палетка. Помните, я вам ее показывала? Это палетка от Viseart. Потрясающее качество теней. Классно тушуются. Но этих теней я бы еще купила, честно скажу. Но они дорогие. И для их качества классного, их цены, не все в качестве мне нравится. И те до сих пор используют эту защитную пленку. Легко они крошатся, сыпятся. Легко, конечно. Поэтому они легко тушуются. Вот здесь, видите, оттенка вообще нет. Ну, потому что у меня разбился. И так разбился, что они вообще не поддаются склеиванию потом спирту. Знаете, их можно прессовать, намочить спиртом, спрессовать, высохнуть. Нет, оно все равно все раскрошилось, выпало. Оно и вообще не скрепляется обратно никак. И такое, конечно, состояние этого не очень красивое. Но оттенки, эта палетка крутая. Я ей пользовалась все это лето. Еще минус такой, почему раскрошилось. Здесь магнитная палетка, эти маленькие рефильчики выпадают. Их можно вытащить легко иголочкой по цепи. И сейчас нет такого, нет. Они раньше трясутся, дребезжают, они выпадают. Я взяла в поездку, там и разбила, по сути, этот оттенок. Дело обидно было не в оттенке, а в том, что он все мне замарал. Они очень пигментированы. И потом отстираешь, отмоешь эти тени. Здесь тоже все очень, но они менее пигментированы, чем Наташа Динона. И даже вот упаковки цветом розового, они очень, честно, я бы подумала, что это такая миниатюрка, минька от вот этой палетки. Ну, очень уже вдохновилась Наташка. Вот прям вообще, не дать нельзя. Сейчас их вместе приложу. Ну, гамма абсолютно похожая. Видите, абсолютно только это типа-ля travel версия брать с собой. Но это такая домашняя большая. Качество тоже очень похоже. Но вот эти по пигментированию помягче, усыпучие, но и тушуются легче. Эти поплотнее, лучше наносятся пальцем. Здесь вот машь, не машь пальцем, они кисточкой хорошо набираются. Ну, не особо. В общем, оттенки очень-очень похожи. И вот этот рефил, который разбился, это точная копия вот этого оттенка. Swing называется в этой палетке Наташи. Просто один. Я прям смотрю, только где-то я это уже видел. Да, это же мой разбившийся рефил. Ну, так как здесь ничего нет, уже сравнить эти оттенки не могу. Вот этот коричневый также похож на Наташкин ньют мейв. Вот этот розовый, это точная копия Vivienne. Но он здесь в рефиле Vivienne более коричневый. На самом деле он наносится на веки точно так же. И, по сути, вот этот блестящий очень похож на вот этот. Здесь он в визиарте более темный. Но вот это именно на глазах, как он смотрится, ощущение блесток. Именно по блескучести он точно такой же. Никто особо в макияже там разницы большой не заметит. В общем, палетки очень похожи. Вот один минус могу сказать в сравнении, что в Наташи Диноне не хватает вот такого грязно-серого оттенка для акцентов на уголке и так далее. Он очень такой асфальтово-грязный, прям такой оттенок лужи. И он классен тем, что он клево тушуется. И он не такой темно-пигментированный. Это тот случай, когда тебе в оттенках большой пигментации не нужно. Он классно здесь затемняет уголки, прям потрясающе. Но сегодня весь макияж я выполняла Наташей Диноной. Дополняла вот этой палеткой Glam Palette. И уголки мои сегодня вот эти выполнены вот этим в середине коричневым самым темным оттенком. Но повторюсь, что палетка классной... Ну, ну, смотрите, конечно, задеть. Не святое дело поцарапать. Я мало здесь пользовалась шиммерами. Потому что они, честно, очень одинаковые. Вот эти два. Они на веки вообще разницы никакой нет. Ну, один посередине, один пожелтее. А перемешиваются одинаковые. Вот эти два. Они тоже на веки очень похожи. Никто вам никогда не скажет, ой, здесь другой оттенок. Я видела, ты другой взяла. Да нифига. Вот эти два тоже похожи. То есть они такие, знаете, двойные, короче. Такое себе. Не супер как бы оригинально что-то. Я и считаю, что вы могли напихать туда каких-то цветов и поинтереснее. Правильно? В общем, свотчи вы можете на порядку посмотреть в интернете их навалом просто. Я вам отметила просто качества такие, которые мне нравятся. Дала свой личный отзыв о покупке не жалею. Она мне нравится. Качество хорошее, достойное. Блестяшки просто бомба. И ради них только покупала. И не пожалела. И она оказалась очень-таки повседневная. Крутые матовые оттенки для повседневного, ежедневного, легкого макияжа. В общем, круто. Мне бы там хотелось, чтобы она вообще идеальная была. Чтобы некоторые темные, розовые, красные всякие оттенки, малиновые. Чтобы их заменили, например, на коричневые. Это было более бы носибельно. Мне бы не пришлось заменять палеткой Glam Palette. Блин. Я могу, конечно, переставить рефилы. Я об этом, наверное, подумаю. Я соединю из этих двух палеток одну какую-то удобную для себя. Но просто хочу отметить, что мне нравится, что они подписаны. Это как-то удобнее. Мне хочется сохранить вид палетки изначально, когда я ее покупала. Не люблю переставления эти все. Ну, в общем, будет день, будет пища. Посмотрим, что будет. Пишите комментарии. Полезен ли мой видеоотзыв на эту палетку? Пользуетесь ли вы ей? Планируете ли купить? Или уже приобретали? Расскажите ваши отзывы. Если вам нужна моя консультация как психолога, всегда в инфобоксе под видео. Я оставляю свою почту. Пишите почту с темой письма, консультация. Спасибо за внимание. Жду ваши лайки. Всем пока. Спасибо.